Добрый день! Биба-баба-бубы! Давайте! Коврижек наелся, а? Да-да-да! Добрый день! Мы продолжаем наш проект «Время московской кухни» и сегодня мы в гостях у Виталия Истомина, шефа «Гастробесстройтехникум». Здрасте! Виталий будет готовить коврижку, один из самых древнейших десертов Москвы и России в целом. Ледовый коврижку, что может быть проще, ничего, а что может быть сложнее, это коврижка, которую сейчас приготовит Виталий. Все проще некуда. Итак, яичко мытое, мука, ВС, соль, разрыхлитель, грецкий орех, мед, растительное масло, какао, коричневый сахар и ананасик подаем сюда. Старомосковский ананас из усадьбы Мураново, как там рассказывали. Все погружаем, загружаем или как это называется, это дежа называется или как это, миксер, я не знаю. В общем смешиваем все ингредиенты. Смешиваем все ингредиенты вообще. Прямо сразу все? Прямо сразу не усложняю вообще. Да, молекулярная кухня, согласен. Можно мед чуть-чуть подтопить, чтобы он потекал, давай. А это что тогда? А это значит соль и разрыхлитель. Ага. Все сюда, все сюда. Яйца. Яйца мытые, не забываем. А это что? Это какао. 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 А, корица, пардон. Ну вообще должно было быть какао, но в последний момент поменяли на корицу. Яичко мытое. Повторюсь. Раз. Два. Три. Три. Четыре. Ну что вы хотели, что вы хотели. Саш, быстрее сюда, Саш. Мед, мед, мед. Ритм. Пожалуйста. Медовая ковришка. Помогу лопатки сам себе. Я не знаю, как там на московской кухне это все изначально было, но у нас это выглядит примерно так. Так, пожалуйста. Взбиваем до однородной массы. Взбиваем. Пока у нас будет запекаться этот бисквит, мы еще и сделаем крэп. Крэп. Конечно. Вот, смотрите, все, тесто готово. Я перемешал его. Никаких сложностей. Давайте без этих, да? Анас свежий или... Свежайший. 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 Ну мы его, конечно же, эвакуумируем вместо кара. Сезонные ананасы. Урановские. Урановские ананасы. Только так. Саш, держи. Вливаем все сюда. А есть лопатка пластиковая, силиконовая. Просто сама по себе ковришка, она не сухая, но это, так скажем, не очень-то сексуально. А вот если ее с кремом... Другой разговор. Жрать охота просто не могу. Елся не очень. Так. Ставим все это в печку на 150 градусов. Все, поставили на 30 минут. Саша, Кура, Греча, Кура, Греча, Кура, Греча. Жрать хочу, не могу. Александр, как принял? Кура, Греча, Кура, Греча, Кура, Греча. Саша, Саша, Саша. Молчит, Саша. Все. 10 минут максимум. Итак, здесь маскарпоне у нас. Греческий йогурт, а не, вру, вру. Крем-сыр, греческий йогурт и маскарпоне. Где крем-сыр? Крем-сыр здесь вместе с йогуртом. Уже в одну миску бросили, прости, но я тебе весь дам. И все натуральное московское. Новомосковское. Новомосковское. Не знаю, как так получается, но у этого крема и у этого сочетания есть наркотическое... Не знаю, меня вызывает наркотическое желание его жрать постоянно. А ты как его употребляешь? Перорально? Перорально обязательно. Иногда птираю его. Это в руки. Не, я очень вкусно. Сам не понимаю, что это, что в этом сочетании такое. Но вот как-то так сложилось. Знаешь, бывает три ингредиента вроде бы простых, ничем не замечательных. Но вот вместе они как-то создают эффект. Это у нас маскарпоне. Ага. Вес я дам. Сам понимаешь, сейчас не помню. Сахар. Сахар. Обычный. Все, запускаем. Все, перемешиваем, взбиваем до кремозного состояния вместе со сливой. Я его взбиваю, а потом даю еще постоять крему в полотенце, потому что он должен застыть. Ага. Она должна быть такая целая, не резная. Но она не целая, это половинка. Но сейчас я ее разомну туда, и она все сама отдаст. Я тут не усложняю. Знаешь, как и все. Орезки там какие-то. Кусочки еще вкуснее. Я не люблю вот этого фюре. А то есть, чтобы и есть кто-то, чтобы в животе слегка. Разрезаем. Вот. Мне надо нас наверх. Не ходи просто так. Опа. Опа. Нормально. Ну все. Вот я пропитываю. И потом музычку, чтобы не было видно, да? Чтобы не было слышно менять. Так. Сильно мокрое. А тут хуже? Я люблю вообще, чтобы все было сочно. Чтобы все сочилось, стекло и так далее. Не люблю, когда сухо. Не знаю. Видимо, это у меня тоже какие-то детские комплексы. Расколы. Так. И брутально все должно быть. Брутально. Но я много не пропитываю, потому что практика показала, что надо пропитывать с одной стороны этот поршень. Он достаточно не очень сухой. Ой. Я, конечно, уже это говорил. Повторюсь, сжать охота не могу. Вот так вот его. Медовая ковришка. Версия 2.0. Это уже треной? Да. То есть, ананасовым соком. И долго она будет пропитываться? Вообще не пропитываться ни секунды. Готово. Готово? Да. То есть, не надо в холодильник ставить? Я не ставлю. Ну, я сразу ее. Ну, может быть, если я чуть подольше, будет получше, но они просто у меня, как говорится, текут сразу наверху, если сильно долго им постоять. Поэтому мы их сразу реализуем. А ананасовый сок, я считаю, чуть кислинки дает. А я люблю кислинки. В десерта как видите. А сверху я чуть крема положу, да. Но вообще мы делаем сироп такой, знаешь, из черешни. Но поскольку на фестивале, конкретно на фестивале, будем делать попроще версию, я тебе ее и сделаю. Мы делаем такой, знаешь, соус густой и сливу варим. Наливаем его. Он прям еле-еле растекается, как мед густой. И потом сверху набрасываем это сливы. Жарим. Без крема. Без крема сверху. Потому что на фестивале будем так делать. Потому что там тысячи миллионов людей на Тверской. Я, к сожалению, не смогу им сделать так, как я делаю в ресторане. Хотел бы, но не буду брать, сразу говорю. Не будет так. А куда я сейчас выкладываю этот торт? Тортский кусок. В смысле? На тарелку. На тарелку? Или на досочку? Как ты думаешь? Тебе что больше нравится? Тебе что больше импонирует? Саш, давай. Мне нравится тогда фурустья. Фурустья, я в наркосе выкладываю. Отрезаем кусочек. Вот он. Пожалуйста. Слива. У нас было все лето черешневый. Сейчас черешня ушла, пришла слива. Вообще не... Черешня улетела на юг. Черешня закончилась. Ты с чем будешь торт есть? С копией или с чем? Я буду его есть с ложкой. А ты будешь чем-то запивать? А зачем? Я не знаю. Мне кажется, он самодостаточный. А он самодостаточный, это безусловно. Тем не менее, хотелось бы чем-то запивать всегда. Нет желания такого? Все. Максимально брутально, без сопли и так далее. Ну что, поднимаем наверх? Да, поднимаем наверх. Да. Вот такая коврижка из ресторана Техникум, которую можно будет попробовать на дне города или дома приготовить. Если не нравится крем, то можно сделать просто коврижку, пропитав ее ананасовым или любым другим сортам по вкусу. Ммм. 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 Богатая коврижка. Ой. А слива-то не простая. Эта сахарная. Ну и вместо крема еще можно использовать желе. Круково-ягодное. Это будет очень вкусно. Коврижка из Гастробесторой Техникум. Там за столом работает. Шеф Виталий Истомин разрабатывает очередное время. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok